19 августа 2000 24 год спрашивают украинцы спрашивать что по ситуацию на донбассе ребятки ну это мало кто знает поверьте то есть тем более сейчас в запорожской области нахожу все хреново меня там никто не воюет из моих знакомых понимаете приобретить вас смотрите пожалуйста на тенденции да то есть уже год там россияне давили давили в общем-то продвигались потихоньку и в общем то на самом деле на все вы ждали что вот вот сейчас прорвется фронт и все обрушится а по факту оказалось ему пошли на курс но по-моему это же чем-то говорит я сейчас смотрю как россияне там что-то паникуют по поводу того что вот концентрируется там силы под херсоном украинские под запорожьем там под где-то под белгородом собираются на белгород эти на брянск ну так и должно быть так что в принципе можно вам показали что сюрпризы можем преподносить ну как украинские вооруженные силы так что не паникуйте смотрите на тенденции господи правда но попытайтесь это все не на промежутке недель там смотреть или дней или даже месяцев посмотрите четырнадцатого года чем мы вступали в войну с россией четырнадцатом году и что мы имеем сейчас да сбой какое-то странное совковое вооружение а сейчас у нас еф-16 уже есть и хаймерс есть у россиян это все исходит на нет до т-54 уже задействуются т-54 ребятки я не знаю какого там это года сорок седьмого наверно выпускали не знаю какого это года танк ну в общем да кто россиян помогает северная корея и иран то есть вот эти вот снаряды которые разрывают стволы пушек и баллистические ракеты которые могут попасть максимум харьков прицельно она все-таки все эти storm shadow сейчас американцы там обещают какой-то дальнобойный воздух земляной так что все нормально не переживайте дело идет нашу пользу просто смотрите на тенденция в большом масштабе просто мой совет вам будет это поспокойнее потому что еще я вчера начинали мы с того что у меня в подразделении там пистолет автоматы были без пулемета даже а сейчас ну ребятки всякие эти три семерки сузаны там марта там крабы эти польско-корейские всего полно хотелось бы больше но как бы нормально динамика идет там видишь раз россияне мне понравилась эта запись когда россиян кричит куда вы текаете типа из курса мужики да не можете воевать копайте ребят всем понятно кто напал в этой войне понимаете какая армия оккупационный я вполне понимаю тех россиян которые с курса с курска блин нафиг становятся на лыжу куда-то там в сибири или вообще за границу потому что ну ребят начал эту войну путин там аннексировал крыма теперь вот это сейчас гражданским разбираться блин с украинскими вооруженными силами обозленными да нельзя блин 14 года войной потери близких городов и так далее друзей все правильно делать текайте текайте хлопцы целее будете да и по поводу того что зря вы зашли на курс будет то же самое что харьковской области а что в харьковской области вы до липцев прошли это 10 километров я с дружбы народов у меня до липцев 20 километров я там эти места снова прекрасно 10 километров и продвинулись с 10 мая сегодня 19 августа где вы были 19 августа 91 года и сколько мы прошли за неделю да ну за 12 дней 6 за 13 дней сейчас уже там тетки на это уже начинают окружать перебили все мосты там территорию я не знаю за тысячи квадратных километров уже захватили мы за 13 дней двух недель еще не прошло ребят не надо нас плавать ну как бы воюем в любом случае погибаем убиваем воюем уже с этим смирились до когда-то в 14 году многие из нас что мы будем воевать за эту страну и сейчас чем-то нас пугать у нас опять же джейлсдб там атакамсы и все остальное ну это уже лишнее так что не пораимайтесь и там опять пишут это там славяне между собой там вас травили ребятки нам все равно в нашу хату прошли бандиты и мы в меру русских стараемся их перебить вот и все все будет украина не переймайтесь